Всех, кого я встречал в своей жизни, Габи, ты прелесть. Ты говоришь так, потому что плохо меня знаешь? А вдруг я на самом деле совсем другая? Конечно, другая. Я же говорю не о том, что ты можешь значить для других людей или для себя самой. Я говорю о том, что ты значишь для меня. Но... Ты любишь меня. Просто обожаю. И я счастлив. И никто не оброчит моего счастья. Так что давай сменим тему. Хорошо. Где ты был сегодня? Да так, поработал немножко, а потом решил навестить Эмму. Мануэль, ты же обещал не встречаться с ней. Я знал, что ее нет дома. Не понимаю. Тогда зачем ты ходил? Чтобы оказать на нее небольшое психологическое давление. Зачем Сазара Августу понадобились 200 тысяч долларов? Мне бы хватило и одной десятой. Нет, мама Лича, оставьте. Сегодня вы уже наработались. Нет, 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 я не устала. Тебе сейчас тоже не до этого отдай. Это поможет мне отвлечься. Садитесь, поболтаем, пока я буду развешивать. Вы представляете? Со мной случилось настоящее чудо. Ни за что не поверите, просто какое-то волшебство. Знаете, как кролики выскакивают из шляпы фокусника. Со мной случилось нечто подобное. Ну, у меня появился ангел-хранитель. Ты серьезно, Рубен? Ты хочешь сказать, что остаешься в клубе? Ну, конечно. Ты не представляешь, как я рада. Я так расстроилась, что не смогла тебе помочь. И кто же твой благодетель? Это как раз и осталось тайной. Синьор Перес сказал, что этот человек готов не помочь, стать членом клуба и профессиональным теннисистом. Но при одном условии. Я никогда не узнаю, кто он. Вы только посмотрите. Посмотрите, посмотрите на мою карточку. Я член, член клуба, как все эти богатенькие сынки. Мне это все не нравится, Рубен. Ты уделяешь этому слишком много времени, а учебу совсем забросил. Он не забросил, Орландо. Нет, папа. Я успеваю и то, и другое. Смотри у меня. Ты же знаешь, что я по этому поводу думаю. На первом месте учеба. Спорт это так, развлечение. Я не понимаю, почему какой-то посторонний человек платит за тебя вступительный взнос. Мне все это не нравится. Но, Орландо, у всех профессиональных теннисистов есть спонсоры, которые им помогают. Рубен знает, что я всегда был против. Но похоже, что послушание ему не свойственно. Папа, пожалуйста. И не спорь со мной. Я человек слова, Рубен. Одна плохая оценка, ты уйдешь из клуба. Нет, Габи. Дальше искать бесполезно. Или мама спрятала документ в другом месте, или его похитила Эмма. Кто знает. Не отчаивайся. Мы будем искать его, пока не найдем. Адвокат сказал, что без этого документа сделать ничего нельзя. Да, но мы уже все перерыли, ничего не нашли. Просто мы с тобой уже устали. Пойдем сейчас домой, а сюда вернемся в другой раз, хорошо? Идея просто великолепная. Давай переберем здесь и пойдем. Вот он, Габи. Правда? Да. Это тот документ, который мы ищем. Здорово. Отец никогда меня не поймет. Оказаться бы ему на моем месте, он не понимает, что значит для меня теннис. Не расстраивайся, Рубен. Я помогу тебе. С завтрашнего дня я буду помогать тебе писать все конспекты, и к экзаменам мы будем готовиться вместе. Спасибо, Элли Нита, ты единственная, кто меня понимает. Не знаю, как и благодарить тебя. Не надо меня благодарить. Я не допущу, чтобы ты провалился, и Орландо запретил тебе ходить в клуб. Нет, нет, это было бы ужасно. Знаешь что, Элли Нита? Иногда мне кажется, что больше всего на свете я люблю две вещи. Теннис и тебя. В таком порядке? Нет, сначала ты, а потом теннис. Так-то лучше. Так-то лучше. Теннис и тебя. Анита уже спит? Тебе тоже пора в постель? Сегодня у тебя был нелегкий день? Да. Спокойной ночи. Отдыхай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Патрисия, 17 апреля 1994 года. Доченька, ты совсем не поужинала? Съешь что-нибудь? Я не голодна. Доченька, ты уже просмотрела бумаги Сазара Августу? Да. Но, к сожалению, я не нашла ничего, что могло бы мне помочь. Ты не хочешь чая? А фруктов? Да. Да. Доченька, ты уже просмотрела бумаги Сазара Августу? Здравствуйте. Сеньор Амброзио Хименос и Сеснерос дома? Кто спрашивает? Сеньора Патрисия. Патрисия Альварес. Прошу вас. Проходите. Спасибо. С вашего позволения. Сеньор, вас спрашивает сеньора Патрисия Альварес? Да, иду. Патрисия, какой сюрприз. Здравствуйте, Дон Амброзио. Как дела? Как тебе моя новая квартира? Очень мило, очень. Я в твоем полном распоряжении. Спасибо. Позавтракаешь со мной? Нет, я уже завтракала, а вот кофе выпью с удовольствием. Хорошо. Как хорошо, что ты зашла. Я всегда рад тебя видеть. В моем доме ты всегда желанный гость. Если честно, я пришла к вам с просьбой. Конечно. Слушаю. Вы знаете, что незадолго до нашей свадьбы Сезар Августу снял со своего счета в банке большую сумму денег, 200 тысяч долларов. Да, да, я помню. А он сказал вам, зачем ему такие деньги? Нет. Вообще-то я его спрашивал. Я тогда еще подумал, опять какая-то юбка. Мы, как всегда, поссорились. Но сколько я не настаивал, он так и не сказал мне, зачем ему такие деньги. А можно это как-нибудь выяснить? Можно расспросить его поверенного Муньеса. Он управляющий банком. А вы не могли бы у него узнать? Ну, конечно. Я позвоню ему прямо сейчас. Здравствуйте, сеньор Бургослоу, чем могу служить? Здравствуйте, я наконец-то нашел этот потерявшийся документ. И я хочу вытребовать ту часть акции фирмы Хименес Уллоа, которая принадлежит моей матери. Так значит, твой племянник сможет продолжать занятия. Я рад, что нашелся человек, который готов помочь ему. А теперь расскажи о себе, какие у тебя планы. Я пока еще не знаю. Попробую поискать работу и... Извини. Алло. Да, Муньес. Что-нибудь выяснилось? Ага. Как ты говоришь, ее зовут? Хорошо. Нет, это все, да. Спасибо, Муньес. До свидания. Дон Амброзио, что он сказал? Прошу вас, скажите мне, что бы это ни было. Патрисия, тебе будет неприятно это услышать. Но Сезар Августа действительно снял со своего счета 200 тысяч долларов. Он передал эти деньги в чеках одной женщине. Некой Монике Валье. Видите, я знала, я была уверена, что у Сезара Августа была другая женщина. Он лгал мне, он обманывал меня. Успокойся, Патрисия. Я только что получила доказательство того, что мой муж, человек, которого я любила, обманывал меня. А вы просите меня успокоиться. У Сезара Августа была другая, у него была дочь. Он вовсе не любил меня, он просто играл со мной. Как до этого играл с Валерией, и кто его знает, со сколькими еще девушками. Нет, Патрисия, Сезара Августа любил тебя. Тогда почему он не рассказал мне об этой женщине? Мы же поклялись быть честными друг с другом. Может, он боялся твоей реакции, боялся, что ты не поймешь его. А может, он дал ей эти 200 тысяч, чтобы она оставила его в покое и не мешала вашей с ним свадьбе. Неужели Сезар Августа был способен на такую подлость? Нет, не может быть. Если то, что вы говорите, правда, я вышла замуж не за того человека. Я тебе кое-что дам, это твое Сезар Августа. Мое? Что это? Ты помнишь эту золотую цепочку? Ты носил ее много лет, а потом подарил мне. Не помню. Ты вспомнишь? Ты еще сказал, чтобы я носила в память о тебе. Значит, она твоя? А теперь я хочу, чтобы ты носил ее снова, и чтобы, глядя на нее, ты вспоминал меня. Ты правда в порядке? Ты в порядке, Патрисия? Да, Дон Амброзио. Хорошо. Спасибо, что подвезли. Береги себя. О, наша королева. Извини, Диего. Я знаю, ты сердишься на меня за то, что я тогда выкинул. Прости меня. Не будем об этом, пусти меня. Я серьезно, Патрисия. Да, я пытался поцеловать тебя, но это потому, что я тебя люблю. Я никогда не отвечу тебе взаимностью. Пойми это и оставь меня в покое. Прости, Мария, я немного задержалась. Да, я заметила. Я уже обслуживаю сеньору Рамос, она записалась на стрижку. Спасибо тебе. Сегодня Мануэль подал мне завтрак в постель. Ты хочешь сказать, что он ночевал у тебя? Да. Как интересно. Это была потрясающая ночь. Мы оба безумно довольны. Мануэль как раз нашел документы, которые долго искал. Они ему очень пригодятся. Нет, 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 не уходи от темы. Ты начала рассказывать, какую вы провели потрясающую ночь любви. Да, это была чудесная ночь. Она вся была наполнена красотой, целое море нежности. Ты безумно влюблена в Мануэля, и не отрицай этого. Да, я безумно влюблена. Никогда раньше я не чувствовала того, что чувствую сейчас в Мануэле. Даже в день моей свадьбы. Рядом с Мануэлем я чувствую себя увереннее. Я верю ему, я люблю его. Очень рада за тебя, Габи. Пора тебе освободиться от того кошмара, в котором ты жила. Я не могу этого забыть. Я так и не смогла рассказать об этом Мануэле. Как только речь заходит об этом, он тут же меняет тему. Он говорит, что не хочет слышать ни о чем, что может помешать нашему счастью. А ты молчишь, ничего не говоришь. Может, ты просто боишься сказать ему? Думаю, да, но я должна это сделать. Лучше ему ничего не знать. Если ты ему расскажешь, Мануэль может взглянуть на тебя другими глазами. А вдруг он в тебя разочаруется? Может, ты и права. Прошу вас, проходите. Как будем стричь покороче? Да. Сынок, ты не на работе? Нет, мама. Мне надо с тобой поговорить. Это очень-очень важно. Ты меня пугаешь, Диего. Что случилось? Ты знаешь, что я очень люблю Патрисию? По-настоящему люблю. Конечно, знаю, сынок, но боишься, что надеяться тебе не на что. Почему? Она так же бедна, как и мы, даже беднее. У нас, по крайней мере, есть такси или еще кое-что. Дело не в деньгах, Диего. Я не хочу, чтобы ты страдал из-за этой девушки. Она тебя совсем не ценит. Да, мама. Потому что я обыкновенный таксист. Вот поэтому я и решил завести свое дело, чтобы она обратила на меня внимание. Свое дело? Да. Какое? Не знаю, там будет видно, мама. Там будет видно. Диего, ты уже несколько профессий сменил. Ты нигде не задерживаешься. Теперь все будет по-другому, мама. Это будет мое собственное дело. Я буду вкладывать в него всю свою душу. Но, сынок, где же ты его заведешь? У нас. Поэтому я и хочу, чтобы ты поговорила с Селией и Орландо, чтобы они освободили помещение. Поплачь, доченька, поплачь. Что мне еще остается, мама Ильичи? Только плакать. Но это слезы бешенства. Я злюсь сама на себя. Я не разобралась, кто такой Сезар Августо. Ты была влюблена, а когда человек любит, он не прислушивается голосу разума. Сейчас ты об этом не говоришь, но меня все кругом предупреждали. Почему я полюбила его маму? Почему? Он ведь не стоил моей любви. Как мой сын? Очень хорошо, быстро растет. Я хочу увидеть его, подержать его на руках. До этого еще далеко, любовь моя. Здравствуйте. Здравствуйте, Донни Луиза. Что вы хотите? Нет, нет, я не за покупками. Мне надо с вами поговорить. Очень хорошо, что вы оба здесь. Мы слушаем вас, Донни Луиза, в чем дело? И попробуйте эти яблоки, они очень сочные. То, что я хочу сказать, не знаю, с чего начать. Только не говорите, что вы хотите поднять плату. Нет, нет. Вы же знаете моего сына Диего. Он хороший юноша, только немного нерешительный. Да, Донни Луиза, я очень рада, что вы не обманываетесь на его счет. Диего недоволен своей работой. За этот год такси ломалось уже три раза. Теперь он хочет завести собственное дело. Что ж, прекрасно, и чем он хочет заняться? Мальчик хочет заняться делом, и я хочу помочь ему. Скоро нам потребуется это помещение, так что я не смогу больше сдавать его вам. Что вы говорите, Донни Луиза? У нас с вами никогда не было хлопот, и платим мы всегда вовремя. Поймите меня, пожалуйста. Я делаю это ради Диего. Я хочу, чтобы он наконец-то стал человеком. Ты уверен, Амброзио? Абсолютно уверен, Марио. Цезар Августа передал деньги в чеках некой Монике. Это выяснил управляющий банком, все точно. Бедная Патрисия. Представляю, что она чувствует. Да, это стало для нее ужасным ударом. Она такая милая, такая доверчивая, и попалась в лапы этого негодяя, моего сына. Я пытался предупредить ее. Цезар Августа всегда был человеком безответственным, без царя в голове. Как мне ее жалко. Адет, постарайся как-нибудь утешить ее, ведь ты ее подруга. Да, сеньор, я постараюсь. Я сегодня же схожу к ней. Вы пытаетесь понять ее? Понять ее. Еще чего, Донья Ильич, это несправедливо. Мы никогда не задерживали плату, мы всегда следили за помещением, как будто оно наше. Мы даже покрасили его несколько месяцев назад, помнишь? Если она выгоняет вас потому, что Диего решил завести собственное дело, ее ждет большое разочарование. Он лодырь. Иногда целыми днями в постели валяется. Работает только, когда захочет. Но она мать, она хочет дать своему сыну шанс. Да. С каких это пор вы защищаете Диего, мама Ильича? Диего? Да что вы, нет. Я говорю об этой бедной женщине, о Луизе. Она, конечно, грубовата, но зато у нее доброе сердце. Она нас выгоняет, мама Ильича. Ты же знаешь, как дорого сейчас все стоит. А в этом районе все давно уже занято. Мы с таким трудом завоевали доверие клиентов. Дела только-только пошли на лад. Кошмар. У Диего все равно ничего не получится. Лентяй он. Если он будет ездить за товаром тогда, когда привык выезжать на своем такси, через месяц магазин придется закрыть. Для демонстрации нашего нового продукта. Точка. Заранее благодарю вас. Надеюсь на личную встречу. Ну и так далее, так далее. Завтра перепечатай. А сейчас все. Спасибо, Дед. Хорошо, сеньор. До завтра. Ты не устала, Адек? Нет, сеньор, а что? Вам что-нибудь нужно? Я думал, может, пойдем потанцуем. Потанцуем? Да, да. Ты, я и Патрисия. Пусть прогуляется. Она сейчас так подавлена. Давай заедем за ней, что скажешь? Хорошо, сеньор. Мама, мама, ты не веришь в меня? Верю, сынок. Мне было нелегко сказать Орландо и Селии, чтобы они освободили помещение. Надеюсь на этот раз, ты серьезно? Я стану другим человеком, мама, я клянусь тебе. Я не просто займусь нашим магазином. Я хочу расширить его. У меня большие планы. Главное, сынок, чтобы твои планы можно было реализовать. Мечтами делу не поможешь. Для этого нужно трудиться. Нет, нет, отныне так и будет. Я завоюю любовь Патрисии. Мама, не надо, не грусти. Говорю тебе, мама, все изменится и очень скоро. День, когда Патрисия полюбит меня уже близок. Близок, мама. Близок. Близок. Все будет в порядке. Хорошо, что вы зашли. Спасибо, что не забываете. Не шути так. Нам не хватает тебя, Патрисия. Очень не хватает. Без тебя на работе так тоскливо. Спасибо. Мне приятно это слышать. Садитесь. Садитесь. Спасибо. Да мы, собственно, пришли не в гости. Мы хотим пригласить тебя прогуляться. Куда? Да не знаю, куда хочешь. Можем пойти поужинать или потанцевать. С ума сошли. Мне совсем не хочется. Ты не можешь отказаться, Патрисия. Нам очень хочется куда-нибудь сходить. Мы садет приглашаем тебя. Ты не можешь обидеть нас отказом. У меня совсем нет настроения. Ну, поймите меня. Но это пойдет тебе на пользу. Да, Патрисия. Ты давно нигде не бываешь. Тебе надо развлечься. Мне все это говорят. Вот видишь? Не знаю. Но у меня совсем нет настроения. Развлечься это звучит так странно. Патрисия, не разрушай наши планы. Мы так хорошо все придумали. Ладно. Хорошо. Только я сама выберу, где мы будем ужинать. Конечно, как скажешь. Придется подождать, Марио. Ты посмотри на меня. Мне надо привести себя в порядок. Я сяду здесь и буду ждать, сколько потребуется. Пойдешь со мной, дед? Да. Я быстро. Привет, моя любовь. Привет, моя любовь. Привет, Мануэль. Как ты? Хорошо. Хорошо, только очень соскучился. У меня была долгая беседа с адвокатом. Я передал ему документ, чтобы он начал процесс. Против Эммы? Я хочу потребовать 33% акций, которые принадлежат моей семье. Когда она узнает, с ней случится удар. Это точно, потому что кроме этого я еще хочу потребовать и возмещение ущерба. Будь осторожен, любовь моя. Не забывай, что тебе говорила Ольга. Эмма очень опасна, я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Действуй только через адвокатов. Хорошо? Когда Эмма засадила меня в тюрьму, я был наивным юношей. Я верил ей. Теперь все по-другому. Как же мне не волноваться? Ведь я люблю тебя. Я готова. Ты не можешь отрицать, что я собралась быстро, хоть мне и не хочется идти. Ты просто прелесть. Процесс будет долгий и непростой, но я доверяю своему адвокату. Придется тебе набраться терпения? Да, придется. Твоя поддержка очень важна для меня. Рядом с тобой время бежит быстрее, иногда я даже забываю о своей цели, опомстить Эмме. Я хочу вернуть то, что принадлежит нам с Ольгой. Обелить свое имя и предложить тебе счастливое будущее. Когда у меня будут деньги, я столько всего накуплю. Мне достаточно твоей любви. Да нет, нет, я говорю о материальных вещах. А начнем мы с этой квартиры. Мы сделаем из нее конфетку. Скоро все изменится. Мы сможем строить грандиозные планы. А тебе не кажется, что ты торопишься? Процесс будет долгим, и мы не знаем, кто его выиграет. А я оптимист. С этим документом в руках я могу уверенно смотреть в будущее. Так что проси все, что хочешь. Я хочу тебя. Я и так уже твой. Пользуйся тем, что я сегодня добрый, учитывая, сколько Эмме придется мне заплатить. Она вернет все, что украла у моей матери. Хорошо. Я хочу. Прежде всего, новую кровать. Это никуда не годится. А по-моему, прекрасная такая большая. И занавески, и мебель в гостиной, и еще мы. Ты сумасшедший. Возможно, но я люблю тебя. А я тебя. И хочу остаться сегодня. Можно? А ты как думаешь? Музыка. Музыка. КОНЕЦ Нет, Патрисия, хоть это и повторяют на каждом шагу, но жизнь короткая, любовь не вечна. Можешь говорить что угодно, Марио, но я верю в настоящую любовь, в вечную любовь. Любовь это редкий дар, и если уж ты нашел ее, надо пользоваться каждым ее мгновением. Нет, Марио, я верю в настоящую любовь, в любовь на всю жизнь. Патрисия, это романтическая любовь молодых, а у взрослых все иначе. Марио, похоже, вы знаете о романах, о семейных отношениях. Простите мою смелость, но о самой любви вы знаете очень мало. Очень мало. Ты будешь наказан за свои слова, тебе придется пропустить целых два танца. Патрисия, потанцуем? Патрисия, потанцуем? Продолжение следует... 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 Да, конечно.